2018 год принес для Приморья большие перемены, как в политической и социокультурной сферах, так и по части экологической обстановки. За прошедшие пять месяцев в горячих дискуссиях сошлись лесопользователи и ученые, сильно мешающие бизнесменам. Стивидоры угольных терминалов и жители находки и славянки. Сегодня в свой профессиональный праздник представители одной из самых непростых для нашей страны профессий делятся своими соображениями по части зеленой повестки Приморья. Некоторые люди, отвечающие за то состояние, в котором мы оказались, наша замечательная Приморья, они вдруг забегали. Тут вот даже сказали, что недавно приехал вообще крупный чиновник, ну вы его знаете, наверное. Эколог с многолетним стажем, конечно, имела в виду министра транспорта Максима Соколова, открывшего движение нового железнодорожного парка в Восточном порту в апреле этого года. И несмотря на то, что он говорил, что угольные терминалы должны работать очень хорошо, в общем, народ понял так, что все-таки Приморья уготовано угольное развитие. И это несмотря на многочисленные разговоры о развитии экотуризма и рекреационных зон, и по факту просто-напросто необъятные природные богатства края. Совсем недавно другой, видно ученый Приморья, Владимир Раков, участвовал в заседании экологической общественности по находкинскому вопросу. Тогда исследователь дал однозначную оценку. Конечно же, если хотите сохранить здоровье детей своего будущего поколения и хотите нормально жить, нужно уезжать с находки, пока порт работает с углем. Впрочем, даже жители Владивостока чувствуют, что парков и скверов должно быть больше, а пригородные леса неприкосновенные. Мы потеряли зеленые территории. Хоть и говорят, что зеленые территории города увеличились, увеличились они за счет не скверов и парков в городе, а за счет прилегающей территории города. От проселок Трудовое, да, и Песчаная, где, в принципе, на кадастровый учет и поставили зеленые насаждения. Девушка-эколог отметила, что ситуация в крае в целом не лучше. Ранее Восьмой канал уже освещал эту проблему. Тогда материалы ученой Ольги Ухваткиной дошли до врио губернатора Андрея Тарасенко. В ходе личной переписки тот намекнул на возможность разрешения ситуации и дал установку к действию вице-губернатору Александру Костенко. Ну а пока власти обсуждают проблемы, напрямую касающиеся благополучия взрослых и детей, дети все видят и нас упрекают. Я бы хотел пожелать, ну, быть может, своим будущим коллегам удачи во всех родах деятельности, чтобы им было интересно эта деятельность. Сами экологи с удовольствием принимают в этот день поздравления с профессиональным праздником. Ну а Восьмой канал продолжает следить за развитием экологической ситуации в Приморье. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом.